Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня 13 января. Моя огородная азбука. Сегодня у нас интересные темы, дегустации. Я дегустировала заготовки, дегустировала свои запеченные томаты. Потом показывала вам томаты для длительного хранения зимнего, как сохранились. Рассказывала, какие сорта выбрать для консервации. Рассказывала о томатах-гигантах. И сейчас я дошла до той темы, которой интересуются уже не многие, меньшая часть зрителей, но которая очень важна. Это выращивание рассады томатов для продажи. Какие сорта выбрать, чтобы вам не понести никакого убытка, чтобы вам было поменьше хлопот. Конечно, сразу говорю, что такие, как загадка природы, или какие-то есть ботяни высокорослые. Если вы впервые хотите заняться выращиванием рассады, от таких сортов лучше сразу отказаться. То есть, если у него в характеристиках в описании написано, что он двухметровый, вот как добарао, они в рассаде сразу высокие, и они могут у вас упасть, может рассада израсти. И первый год, или даже пусть если вы второй год, я вот уже какой-то там восьмой-десятый год, я никогда не выбираю вот это вот высокорослые томаты в маленьком-маленьком количестве. Основная часть томатов, сортов на продажу выращивается только толстоногие, только низкорослая рассада, которая может длительный период просидеть в лотке. Потому что, если вы ее посеете, например, про сроки я в отдельном видео скажу, и будет затяжная весна, и еще продажа будет не в тот срок, когда вы, например, запланировали, а как в прошлом году, на две недели позже у нас вместилось. И все вот эти томаты, которые не низкорослые, не коренастые, они, конечно, вытянутся, и они, возможно, даже упадут. Качество рассады ухудшается сразу, поэтому не будем терять время, сейчас прочитаю все сорта, которые вот я выращивала, или я, которые советую выращивать, чтобы было без проблем. Толстая, хорошая такая, коренастая, сидит полтора месяца в лотке, вместо 60 дней ее можно продержать без пикировки 90 дней, до самой высадки в грунт. Все, начинаем. Демидов идеально, Настенька идеально, Алтайский сюрприз, Жаростойки, Ринет, Санька сложнее во вторую очередь, Петруша, Огородник идеально, Яблоки на снегу сложнее, Буян хорошо, ультраскороспелый нет, Челнок подходит, Джина не очень, перчики тоже нет, Банан красный, Банан оранжевый нет, Сибирский скороспелый во вторую очередь, хуже, чем Настенька и Демидов, но лучше, чем вот эти вот Тонконогие, потом идет, Дамский пальчик нет, Огородный колдун нет, идеально подходит для выращивания рассады на продажу, Полюс, Снежная сказка, Метелица, Таймыр, Аляска, Подснежник нет, его можно, но он долго не выдержит, Роза ветров идеально, Белый налив, Ляна, Король, Иранник, Колобок нет, Бутус нет, Гном нет, это нет, 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 сейчас подождите, Штамбовый засолочный идеально подходит, так, нет, Снегири нет, Дюшес идеально подходит, Взрыв нет, Рагета нет, Сибирская тройка подходит, Русские колокола нет, Дубок нет, Землянок нет, Тройка подходит, Ботяня нет, Бычье сердце нет, Король-гигант нет, Сердцевидный нет, Рубиновый кубок, Желтый шар, Еще можно Клуша, потом этот Спиридон, где он я найти не могу, Спиридон, и больше ничего я не могу вам, так, Госпожа удача идеально подходит, Очарования нет, Малиновый богатыр нет, Толстый ботсмаль нет, Оранжевые сливки нет, Золотая рыбка нет, все, наверное, Москвич идеально, Клуша идеально, я уже ее называла, остальное все нет, Вот, короче, все те сорта, которые я назвала, которые я сказала идеально, вы можете сеять их без сомнения, Они у вас простоят в лотке и месяц, и 90 дней, но вы же не можете посадить на рассаду только вот эти сорта, Потому что те, которые я назвала, они или мелкоплодные, или средние, вот как Демидов и как Настенька, Но зато они все толстоногие, они с толстыми мясистыми листьями, которые во время продажи не теряют качество вообще, Вот их как, например, ну для сравнения, бычье сердце и, ну какой там любой, пусть будет ринет, ну или там алтайский сюрприз, Поставите этот томат в лоток и поставите этот, продержите на солнце день, бычье сердце вы даже, возможно, потом реанимировать не сможете, Как нынче была жаркая весна, а на все уши вот так упадут, лист, ну как, повянет, может быть, даже засохнет, Этим ничего не будет, потому что у них до того толстые, у них до того вот эти мясистые, сочные листья, Что у них даже если испарение какое-то произойдет, им все равно достаточно, У них, во-первых, вот эти жилки листа, очень толстые, такие мясистые, они не дают листьям опадать, Они такие грубые, если его отламывать, он аж хрустит такой, как капустный лист, И вот благодаря этим качествам рассада получается очень красивая, она выносливая, Она на жаре стоит, ничего с ней не делается, если даже чуть-чуть, вот она как подвянет, Вот немножко, немножко, вы в корень, вот туда в зеленолиной ком вечером польете воды, Они за ночь быстро впитываются, вот этот, как называется, туборг листьев, он восстанавливается, Вы утром посмотрите, оно как чудесным образом, оно снова оживает, ярко-зеленые такие изумрудные листья, С этими не будет проблем, но, как я уже сказала, у вас же не может быть только вот такие мелкие и средние, Конечно, нужно большие, но выбирая вот такие высокорослые, которые во взрослом виде, Все-таки старайтесь выбирать сорта, которые, во-первых, их должна быть меньшая часть у вас, Вот я высаживаю, если я высаживаю вот таких вот толстоногих 20 тысяч, то этих всего 2-3, Вы понимаете, что их в 10 раз меньше, я, пусть у меня будет лучше меньше ассортимент, Но я не буду с ними хлопотать, они мне не доставят никаких незаботных хлопот, Ну, придут люди, спросят, я скажу, ну, нету крупных, у меня только вот эти все, Но зато я их все сохраню, я их все продам, и она хотя бы овчинка выделки стоит, Если вы половину томатов, вот у вас сгорит рассада и выбросите, То получится, что вы выйдете на нулях, и никакого удовлетворения, никакого, как и несчастья, ни радости вам это не донесет. Если начинаете только первый год, может быть вообще от крупноплодных отказаться, Он Настенька и Демидов, он сам по себе крупный, Демидов 200 грамм, Настенька до 300 грамм, Пусть тогда первый год будут только эти сорта. Если нужно крупноплодные, я вот высаживаю еще Любимый праздник, потом Тяжеловес в Сибири и какой-то еще. Вот этих три сорта, которые во взрослом состоянии сами метровые, но у которых гигантские большие плоды, Выбирайте тогда лучше такие сорта. Такие, как Король Гигант, как вот, например, Дебарао. Я сразу вам советую отказаться от двухметровых. Будет очень много проблем. До свидания. В следующем видео я расскажу о дате посева, в какие даты я сею именно томаты на продажу. Тут очень различается для теплицы и для открытого грунта, нельзя это путать. И обязательно тут уже строго надо высевать по датам, иначе она или перерастет, или будет маленькая и не дорастет. Для себя-то еще можно сеять, но когда хотите, там вырастет, не вырастет. Но если вы надеетесь получить с этого какой-то доход, то графика посева нужно обязательно придерживаться. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это в помощь тем, кто хочет превратить свой огород как в источник дополнительного дохода, немножко заработать деньги, может быть, на новую теплицу или вообще на подарок внукам. Дальше буду говорить о графике посева рассады томатов для продажа. Продолжение следует...